Уважаемые коллеги, мы с вами ознакомили вас о истории зарождения, возникновения клиник Иркутского государственного медицинского университета. Еще раз напоминаю, что мы говорим сегодня о столетии университетских, факультетских, иначе говоря, клиник. Почему факультетских? Еще раз напоминаю, на базе медицинского факультета Иркутского классического государственного университета были созданы факультетские клиники. Они сегодня в народе так и называются, факультетские клиники. Поэтому мы сегодня будем говорить уже о том, как начиналось развитие каждой клиники. В первом десятилетии, как мы уже говорили, в 20-м году начался отсчет первой клиники хирургической. И первым главным врачом им стал Александр Алексеевич Попов. Человек, который прошел гражданскую войну, очень высокой рабоспособности, как подчеркнул очень военный человек, в революционные годы сумел решить очень важные вопросы развития клиники, становления, укомплектовать врачами, оснастить современное оборудование. Надо сказать, что он, будучи главным врачом, поступил на медицинский факультет и учился все годы на врача и являлся одновременно главным врачом университетских клиник. И жил в здании хирургической клиники, маленькой комнатушки и продолжал, так сказать, учиться и развиваться. Он заложил первые принципы работы клиник, традиции. И они до сих пор, эти традиции соблюдаются. Первый принцип – это рациональное совмещение учебной и лечебной работы. За год на базе клиника учалось около 500 студентов, а сегодня около полутора тысяч, в три раза они курировали пациентов, присутствовали на операциях, работали в лабораториях, с микроскопом. Надо сказать, были внедрены боткинские методы, так сказать, обучения студентов, у постели больного. Именно у постели больного обучение происходило. К сожалению, сегодня по-другому несколько. Но, тем не менее, все лекции профессоров и практические сопровождались демонстрации пациентов. Это было, конечно, очень серьезным стимулом для развития, так сказать, медицинских знаний для наших будущих врачей. Именно он зародил Александр Алексеевич, именно первый главный врач, который дал возможность оформить направление на госпитализацию, на консультацию. Надо сказать, что кафедра практически была ведущим звеном, и сейчас она ведущее звено, которое давало возможность работать полную мощь и делали очень большие возможности в части лечебной и научной учебной работы. Второй принцип – формирование кадрового потенциала из лучших врачей и медицинских систем. Надо было сказать, что именно лучшие, именно медицинские кадры медицинского колледжа, медицинского училища и медицинского факультета направлялись в факультетские клиники работы. И здесь, конечно, у них начинался свой путь. Да и вообще клиники – это альбоматор для любого врача, который учился в медицинском институте, в медицинском университете. Альбоматор, потому что они впервые взяли фалендоскоп, они впервые занимались аскультацией, пальпацией. Именно здесь, на базе кафедры факультетской терапии, на кафедре факультетской хирургии. И поэтому впервые они почувствовали в себе, что они причастны к будущей своей профессии, именно здесь, на базе кафедры факультетской и факультетской терапии. Третий принцип – способствование научно-исследовательской работе. В 30-е годы ее тематика была следующая. Прежде всего, терапевтическая клиника изучала ревматизм. Те годы – глазная пересадка роговицы. Сотрудники кожно-генерологической клиники трудились над изучением грибковых заболеваний кожи, нервной эпилепсии, хирургическое лечение раковых и язвенных болезней. Посмотрите, какой спектр. Сегодня спектр очень широкий. А спектр научных изысканий резко изменился с учетом требований времени. Хирургией сегодня занимаются апплотизирующие герниопластики, резекции сегментов печени, дерматология, поликомпонентное лечение больных с распространенными формами псориаза, применение генноинженерных препаратов. Неврология лечения пациентов с генерализующими заболеваниями. Отренингология тимпанопластика и стопедопластика. Отренингология ультразвуковая факоэмульсификация, симплотация мягких тканей. Речь идет о хирургии катаракты. Через инициевая хирургия – это реконструктивно-пластические операции. Вот что сегодня главная наука и лечебная работа. Неизменным, конечно, является со стороны администрации клиник развития научной миссии, защита большого числа кандидатских и докторских диссертаций. Как практических наших врачей, так и сотрудников клиник на базе клиник. Четвертый принцип – оказание специализированной медицинской помощи жителям других регионов. Уже в 30-е годы клиники активно занимались лечением сложных пациентов. Из Якутской автономной Советской Социалистической Республики, далеких северных окраин, Бурят, Монголии и по всей линии железной дороги от Красноярска до Хабаровска. Для нас данный принцип являлся нерушимым. На протяжении всех последних лет более 20% уже сегодня мы принимаем практически со всех, от Санкт-Петербурга, Москва до Камчатки, Сахалина, Владивостока. А мы принимаем пациентов из этих территорий. Ну и учитывая, что и учредитель наш, Министерство здравоохранения, ставит такую задачу, поэтому промечивается здесь более 3000 таких пациентов. Пятый принцип совершенствования материально-технической базы. Надо сказать, именно основу всего Александр Алексеевич приложил колоссальные усилия для развертывания почечного фонда в клинике нервного правительства, добившись настройки третьего этажа. Вот это важно. Вкладывали огромные средства в оснащение клиник. В то время было электромагнитное лечение. Также уникальный аппарат для микроскопирования живого глаза. И даже электромагнит, который использовался для извлечения металлических предметов из глаза. Вот это было новшество тогда. В хирургической клинике операции проводились при свете бестеневой лампы. Терапевтическая клиника имела свое распоряжение электрокардиолога. Уникально. Именно в то время, надо сказать, что вот этот корпус главный, который первым, можно сказать, первым стал хирургическо-терапевтическое, мы смогли. В 1995 году я являлся свидетелем, а этого периода мы практически все здание внутри реконструировали и создали новую внутреннюю составляющую. Это очень дорого стоит. В то время, в начале 90-х, это очень трудно было. Но мы справились. Огромный коллектив справился. Надо сказать, под руководством нашего ректора в то время, поскольку, на самом деле, Майборода, мы смогли выдержать. Мы смогли добиться сегодня этого периода, который является первой в 100-летней данности. Вот. Пятый принцип совершенствования материально-технической базы. Мы гордимся нашим оборудованием, ну, в общей сложности, это как чуть более тысячи позиций крупного оборудования. Это уникальные эндоскопические стойки. Аппарат для интероперационного сбора крови, дыхательный аппарат экспертного класса, видеоларинкоскопы, аппарат для проведения мембранного клуба плазмофореза, система мониторинга глубины наркоза и седации, операционные микроскопы, лор-комбайны, термологические томографы, лазер, аппараты селективной фототерапии и много-много другое, которое мы не можем всем назвать, потому что клиники разбросаны, клиники имеют свою специализацию, конечного фонда, специфику, и поэтому, конечно, главное – это оказание специализированной, своевременной, высокотехнологической и безопасной медицинской помощи. Это позволяет, конечно, все. Как показатели, мы видим 30-й год, где было 275 коин, и сегодня 400 коин. 30-е, 20-е годы, да? Практически структура коечного фонда осталась, но мы не меняем своих принципов, мы просто совершенствуемся, мы работаем на том, чтобы развивать специализацию коечного фонда. Лор было, лор – дерматология, челюстно-лицевая хирургия, терапия. Мы все это продолжаем развивать. Показатели, ну, в среднем стационарную помощь проходили 4,5 тысячи в 30-х годах, а в наши дни 10-11 тысяч, но мы можем и до 16-го довести, пролечить. Главный был бы государственный заказ. За счет внедрения новых современных принципов сократилась средняя длительность. Если она была почти 18, то стало чуть более 8, почти в 2 раза. За минувшие 100 лет, по скромным подсчетам, было пролечено около 1 миллиона пациентов в стационарах и около 10 миллионов поликлиниках в Куртейских клиниках. Сегодня мы, опираясь на вековой опыт и традиции, уверенно вступаем в второе столетие деятельности наших клиников. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.